всем здравствуйте с вами ирина вы на канале деревенские посиделки сегодня продолжаю серию видео под названием лекарственные травы и хочу вам очень подробно рассказать вот от такой не очень замысловатой травки как пижма обыкновенная ее очень много растет в природе во всех практических природных полосах россии да я думаю что наверное в южных регионах она тоже произрастает выглядит она вот таким вот образом как на фотографии за схожесть с рябиной красной красноплодной народ прозвал еще и дикая рябина поэтому народное название этого растения дикая рябина чем же привлекла меня внимание это пижма обыкновенная считается что это растение ядовитое но как вы все знаете любой яд от дозы может быть стать и лекарством и в то же время и ядом смотря в каком в какой дозе в какой дозировке вы будете его применять и с какой целью так вот это лекарство очень замечательное во первых она растет на лугах ростом достигает полутора метров большой прямостоячий стебель вот такие сложно рассеченные листья цветет в июле августе поэтому у себя на территории можете посмотреть этого растения будет предостаточно ему можно заготавливать уже в августе поскольку она созревает к этому времени растет обычно вдоль дорог канав на опушках лесов то есть повсюду эти соцветия в основном используются соцветия у пижмы соцветия содержит эфирное масло главной составной частью которого является туйон вот как раз этот туйон вещество является ядовитым если его использовать в больших количествах а также входят дубильные горькие вещества алкалоиды используется порошок из засушенных соцветий вот этого растения так вот соцветия в виде порошка или водных настоек применяется дальше я сейчас буду перечислять какие показания показаний очень много спектр очень широкий растение действительно замечательно единственно что нужно конечно соблюдать дозировку и сильно не увлекаться как любым лекарством хоть это и растение так вот значит порошок и настойки из порошка применяется при острицах заболеваниях печени кишечных заболеваниях как противоглистное средство очень эффективно и заметьте это природное средство не химическое но применять нужно очень осторожно как я уже сказала растения за счет туйона вот этого вещества но и давито то есть маленьких дозах в малых дозах пижма применяется при заболевании пищеварительных органов при отсутствии аппетиты метеоризме запоре желудочных коликах когда ученые советское время проводили эксперименты над животными так вот настой из соцветия пижма увеличивает амплитуду сердечных сокращений замедляет ритм сердца повышает кровяное давление увеличивать желчи отделения при экспериментальном гепатите усиливать секрецию снижает содержание слизи и желчи наряду с этим тонизирует мускулатуру желудочно-кишечного тракта и усиливает его секрецию очень сильный интоксицид то есть ядовитое вещество ну например по данным всемирной организации здравоохранения цветы и стебли пижмы вызывает стопроцентный паралич мух в течение 15 минут не случайно наши бабушки всегда в деревне использовали засушенные венички из этого растения развешивали их везде в коридорах в кладовых вот я помню как моем детстве бабушка развешивала я ее спрашиваю для чего ты бабушка развешиваешь эти растения она объясняла чтоб мухи не водились и мухи на самом деле тут же покидали помещение они вот этот запах пижмы просто не переносят очень замечательное растение вот в этой цели можно тоже использовать также виде настойки цветочки пижмы применяется при эпилепсии головной боли ломать и в мышцах и суставах соцветия пижмы вместе с травой зверобоя и камфоры употребляют при опухолях свежий сок из травы пижмы употребляют для промывки гноящихся ран посмотрите какой широкий спектр действия шикарный антибиотик природный например болгарской народной медицине довольно широко применяется при нервных расстройствах спазмах желудка при болезненных различных ощущениях в желудочно-кишечном тракте при подагре малярии воспаление мочевого пузыря и почек при наличии камней и песка в органах мочеводелительной системы для мытья волос при перхоте то есть посмотрите даже в косметологии это растение широко применимо препараты из корзиночек пижмы виде настоя или кореш и порошков в некоторых зарубежных фармацевтических компаниях является официальными и назначаются против круглых глистов особенно аскорит и острец то есть посмотрите во многих странах уже официально применяется пижма кстати сушеную пизу пижму можно купить и у нас в аптеках она широко продается во всех аптечных сетях так что ничего сложного теперь смотрите какие пропорции для того чтобы приготовить настой будьте внимательны значит это можно записать даже значит смотрите из расчета одну часть сухих цветочков пижмы заливайте десятью частью горячей воды и вот этот настой он сутки у вас настаивается но можно через три-четыре часа уже в принципе он готов и принимать по одной столовой ложке три-четыре раза в день вот в такой пропорции очень маленькой пропорции готовится настой другой еще вариант мелко измельченный порошочек сам порошочек по себе принимает по одному грамму два-три раза в день и но один грамм это на кончике чайной ложечки совсем чуть-чуть для лечения болезни печени и желчных путей и желудочно-кишечных заболеваний и язвенной болезни и воспаление толстого и тонкого отдела кишечника рекомендуется настой из пяти граммов цветка на стакан кипятка то есть вы берете 5 граммов это не полная чайная ложечка заливаете стаканом кипяточка настаивайте и принимаете при энтероколитах его применяют по одной столовой ложечке 5-6 раз в день при язвенной болезни уже доза увеличивается по полстакана два-три раза в день а у нас сейчас язву к сожалению лечат антибиотиками представляете какой вред наносят антибиотики для всего организма ну вот посмотрите так что есть альтернатива можно даже лечиться вот таким замечательным растением настои и отвары пижмы используются также народной медициной для ванночек и компрессов при воспалении суставов ревматизме подагре вывихах ушибах виде примочек для обмывания застарелых язв и ран что оправдано антимикробным сильнейшим свойством этого растения вот посмотрите какая замечательная аптека растет у нас под ногами буквально любом применении пижмы нужно быть очень внимательным и осторожным как я уже говорила так что растение ядовито нельзя применять например связи с этим беременным женщинам и маленьким детям до двух лет потому что ну у детей еще очень плохой иммунитет не дает никаких побочных явлений применение настоя или отвара по одной столовой ложечке через два часа ну например вот такая терапевтическая доза уже видите она безвредна абсолютно то есть во всем нужно соблюдать меру в быту можно использовать порошок цветов листья стебли пижмы для уничтожения клопов тараканов мух моли других насекомых как хороший инфекцицид например сейчас очень популярно различные химические таблетки хозяйки берут их вкладывать шкафы что в принципе ведь отравляет наш воздух потому что этим тоже всем дышим мы с вами против моли очень много разных химических препаратов так не лучше ли засушить вот небольшие венечки из этого чудесного растения замотать их в марлечку чтобы они не рассыпались и раскладывать везде в плательные шкафы и будет замечательный запах травяной и у вас не заведутся никакие насекомые не моль не тем более там еще какие-то более вредные насекомые очень очень удобно например есть такой факт как раньше хранили мясо вот например многие хозяйки наверное удивляются как же раньше мясо долго хранилось без холодильников не у всех ведь были такие условия как нашей северной полосе россии что зима мороз и так далее что можно в погреб его спрятать охранили вот таким образом например брали порошок вот этого растения пижмы посыпали мясо свежее мясо сверху и мясо совершенно свежем виде могло лежать несколько дней на нем не размножались близнеотворные бактерии вот таким чудесным свойством обладает пижма использовали даже раньше для хранения свежего мяса когда же нужно собирать это чудесное растение вот здесь тоже будьте внимательны когда попало его собирать следует потому что все свои вот эти полезные свойства растения накапливает постепенно а не только когда сразу расцвело поэтому учитывайте что когда уже растение а начинает отцветать и корзиночки длиннее трех миллиметров становятся вот эти желтенькие кнопочки до более трех миллиметров ближе к августу растения набирают свои свои полезные свойства в полном объеме вот конце июля начале августа когда она уже значит полностью расцвела и распустила свои цветочки эти желтенькие и можно начинать заготавливать но сушить каждый сушит так как считают удобным но ученые рекомендуют сушить при температуре не более 35 градусов потому что на сушилке если вы будете высокую температуру нагнетать все полезные вещества как я уже в предыдущих видео говорила разрушаются поэтому будьте внимательны ну и учтите что при так при засушивании вот эти корзиночки они желтеют пять процентов этого вот темного сырья допускается но лучше конечно собирать пижму вот в таком состоянии как у меня на фотографии чтобы она вся была такая желтенькая ни гнилых никаких других соцветий на ней не было вот такое замечательное растение вам сегодня описала пользуйтесь аптеками народными и лечите себя и своих близких близких подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии всем всего хорошего